Могут ли по звонку изменить дату явки в военкомат? Друзья, всем привет! Вы на канале Служба защиты призывников. Меня зовут Ингулян Алексей. В этом видео поговорим с вами о таком небольшом простом вопросе, но важном в то же время. Могут ли сотрудники военкомата по звонку изменить вашу дату явки, которая была в повестке? Давайте с этим вместе разбираться. Ну а если появляются какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. Итак, смотрите. Говорим про случаи, когда у вас уже есть повестка, то есть вы получили уже повестку в военкомат на какую-то дату, например, на 5 декабря, условно говоря. И все, собственно, вы за нее расписались, готовы туда идти. И тут вам звонят из военкомата и говорят, что вам необходимо явиться не 5 декабря, а, например, 30 ноября, потому что у нас там комиссия будет и все такое, о том вас призвать не успеем или еще какая-нибудь ерунда. Говорят, что приходите тогда-то. Так вот, обязаны ли вы по этому поводу приходить 30, например, ноября, а не 5 декабря, как у вас в повестке? И когда стоит это делать, а когда не стоит этого делать? На самом деле вы не обязаны, потому что если сотрудник военкомата считает, что вы должны явиться в другую дату, то вам должны выписать новую повестку и вручить вам эту повестку. Если же вам повестка уже вручена, то по звонку вы явиться не обязаны, потому что звонок не является у нас правомерным способом вызова призывников. Так что если в ваши планы не входит явка раньше, и вы считаете, что это не в ваших интересах, то вы можете спокойно игнорировать это и приходить в ту дату повестки, которая в повестке, тогда вы прийти несовменно обязаны в ту дату. Теперь, когда все-таки вы можете пойти на поводу у сотрудников военкомата, когда не стоит этого делать? С одной стороны, если вы уже готовы пойти в военкомат, у вас подготовлены все медицинские документы, вы прошли все обследования необходимые, вы морально готовы знать их, будете жаловаться врачам и так далее. И к тому же, если это может быть уже близится конец призыва, и вам говорят, что вы можете прийти раньше, то, несомненно, ну почему бы нет? Приходите, у вас, ваша задача будет, если вы еще в военкомате в этот призыв не были, будет задача получить направление на дополнительное обследование, да, то есть там показать, что у вас есть заболевание, и получить направление, что будет уже от военкомата. И если до конца призыва остается не очень много времени, то надо же понимать, что еще надо успеть пройти это обследование. А в текущих, особенно, наших условиях не всегда это быстро получается. Так что это, по сути, даже в ваших интересах будет делать чуть раньше. Вот. И вы спокойно туда идете. Теперь другой, да, момент, что если все-таки у вас, как бы, не все так радужно, вы не особо уверены в том, что у вас все абсолютно подготовлено, и вам еще нужно время, и как раз вот это время у вас, вы будете, ну не просто сидеть, да, будете готовиться, да, там, что-то делать будете для того, чтобы доказать свои права, то тогда вы можете, собственно, идти в дату явки по повестке, и никто вам ничего не сделает, несмотря на то, что там вас по телефону, конечно, могут пугать и говорить, что ты не прав, ты обязан явиться, там, и все такое, там, иначе там уголовная ответственность и все дела. Но по телефону это все не считается. Опять же, при условии, что вы, конечно, на самом деле не скрываетесь, и вы готовы прийти в дату явки, которая вам уже назначена. Вот, ребят. Тоже этот вопрос, почему решил, кстати, об этом поговорить. Много таких вопросов, он вроде бы небольшой, но, согласитесь, важный. Вообще все, что касается повесток и вызова военкомат, лучше знать, да, чем догадываться. Так что, если у вас, может быть, есть еще какие-то подобные небольшие вопросы, вы их тоже пишите в комментариях. На какие-то смогу ответить прямо в комментариях. Может быть, на какие-то потребуется тоже записать видео, чтобы это было более понятно. Тогда со временем, может быть, появится уже и ролик на эту тему. Так что, участвуйте, ребят, в создании новых роликов и предлагайте интересные вам темы, важные для вас темы, в первую очередь, чтобы у нас было все как можно больше полезного для вас контента. Ну, а на этом сегодня все. С вами был Ингурян Алексей. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok